Какова реакция на послание президента в других странах? Отклики пестрые. Западные политики выглядят слегка растерянно. На призыв к переговорам это главный путинский теннис в международной части послания пока не отвечают. Смущаются, хотя, конечно, все понимают. Знает кошка, чье мясо съела. Западные СМИ в основном трактуют послание как милитаристское, будто бы Россия открывает новую гонку вооружений. Такое впечатление, что они какую-то другую речь слушали. Есть даже панические заголовки. Мир приблизился к ядерной войне. Как найти управу на Россию? Уже искали, не нашли. СМИ других стран, таких как Китай или Индия, высказываются разумно и сдержанно. Юлия Ольховская продолжит. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. Эта фраза Владимира Путина на Западе стала крылатой. Некоторые немецкие каналы дают ее без перевода. Российского лидера услышали. Возможности новых русских ракет обсуждает по обе стороны океана. США долгое время применяют крылатые ракеты в различных конфликтах на Ближнем Востоке. Но ракета, о которой говорил Путин, использует ядерную энергию. Это обеспечивает ей неограниченный радиус действия. Она может оставаться незамеченной, уклоняться от препятствий. Ее сложно обнаружить. В целом, судя по реакции на послание западной прессы, журналистское сообщество раскололось на две группы. Обеспокоенные прагматики и истерики. Яркий пример разных интерпретаций – главные американские газеты «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк Таймс». Первая признает в период, цитата, «отвратительных отношений между двумя странами США и России есть о чем разговаривать». «Нью-Йорк Таймс» же в презентации нового российского оружия увидела прежде всего атаку на Флориду. Именно в этом штате, отмечает газета, находится резиденция президента США. И ладно, если бы это так и осталось инсинуациями американских журналистов, которые уже чего только не придумывали про Россию. Но удивление вызывает то, что истеричный тон «Нью-Йорк Таймс» подхватили в госдепе. Могу сказать, что многие из нас следили за этой речью с огромным интересом здесь, в Госдепартаменте США и, как я полагаю, во всем американском правительстве. Было печально смотреть видеоанимацию, изображающую ядерное нападение на Соединенные Штаты. Мы, безусловно, не получили удовольствия от этого. Возразить представителю Госдепартамента Хизер Наорт на брифинге было, в общем-то, невозможно. С российскими журналистами у нее разговор короткий. Никто не атаковал США, две ракеты были выпущены в разные стороны. Почему вы заявляете об атаке? А вы тоже из России? Да, Первый канал. Окей, сказано достаточно. Идем дальше. На помощь пришли американские коллеги. Корреспондентка CNN упрекнула Наорт в неподобающем отношении к журналистам. А Мэтью Ли из Ассошиэйтед Пресс все же вынудил ее ответить на наш вопрос. Мне все же кажется, может, я ошибаюсь, но, по-моему, видео не показывает, что ракеты на что-то направлены. Я просто хочу уточнить. Это мнение правительства США, что ракеты направлены на Америку? Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель. Представитель Госдепа также обвинила Россию в нарушении международных обязательств. В частности, договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это неправда, возразили в нашем посольстве в США. Видимо, в Госдепартаменте плохо владеют существом вопроса. В послании Владимира Путина речь шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения РДСМД. Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Вполне предсказуемо на послание Владимира Путина отреагировал Пентагон. Там лишь коротко заявили «мы не удивлены», а в Белом доме решили напомнить о рекордных расходах США на военный бюджет. Оборонительные возможности США были и остаются непревзойденными. Благодаря оборонному бюджету в 700 миллиардов долларов наши военные будут сильнее, чем когда-либо. Как ясно дал понять президент в ядерной доктрине, Америка совершенствует свой ядерный потенциал, чтобы соответствовать возникающим угрозам. В Кремле призывают не воспринимать послание Путина Федеральному собранию как проявление милитаризма. Корреспондент «Гардиан» Саймон Тиздал, анализируя позицию обеих сторон, пишет, что мир вступил в эпоху глобальной неуверенности. Принцип взаимного доверия больше не работает. Ясности стало еще меньше после публикации обновленной ядерной доктрины Трампа. Акцент не сделан на создании пригодного для использования тактического ядерного оружия, которое, в отличие от стратегических систем, могло бы теоретически быть применено в реальных или потенциальных конфликтных зонах, например, в Сирии или прибалтийских странах. То, что Пентагон называет это оружие маломощным, похоже на черный юмор, учитывая, что оно может иметь большую взрывную силу, чем атомные бомбы, сброшенные на Японию в 1945 году. Баланс сил в мире нарушен, заключает автор статьи. Журнал «Тайм» в своем материале подчеркивает, отсутствие коммуникации между Москвой и Вашингтоном делает нынешнюю ситуацию даже опаснее, чем во времена Холодной войны. Во времена Холодной войны ряд договоров, заключенных между США и Советским Союзом, были направлены на то, чтобы избежать просчетов и сохранить каналы связи, несмотря на то, что Москва и Вашингтон были заклятыми врагами. Многие из этих договоров больше не существуют. Американцы, напомнил Путину в своем выступлении, в одностороннем порядке вышли из важнейшего договора по ПРО и все ближе двигают свои противоракетные комплексы к российским границам. В этих условиях Россия вынуждена защищаться, считает корреспондент немецкого канала «Вельт». Это совершенно четкое предостережение Западу. По-другому я не могу это охарактеризовать. Путин призвал Запад к сдержанности в отношении России, имея в виду дальнейшее расширение НАТО на восток или приближение НАТО к границам России, а также американский противоракетный щит. Проблема в том, что Запад разучился вести диалог и пользоваться дипломатическими средствами, считает спикер Датской народной партии по вопросам обороны. Отношение друг к другу стало абсолютно бескомпромиссным, и никто не хочет считаться с тем, что Россия, цитата, больше не ассоциируется с полумертвым пьяницей в углу ринга. Русские играют мускулами. Как уже было сказано, Россия больше не полумертвый пьяница. Россия хочет быть великой державой и показать, что у нее есть право дать сдачи. Раньше все было по-другому, но теперь именно так. Ведь логично, что когда тебе угрожают, ты хочешь дать отпор, как это делает НАТО. И было бы разумно учитывать это желание российской стороны. Очень печально, что мы не ведем друг с другом конструктивный диалог. Вашингтленпост в то же время отмечает, администрация Трампа, госсекретарь Тилерсон и представители Пентагона понимают важность начала переговоров с Москвой, но их не хочет Конгресс. Настолько не хочет, что цитата готов уничтожить все, что хоть в малейшей степени может походить на уступку Путину. Как в этих условиях договариваться? Ответа в Вашингтоне, похоже, ни у кого нет. Юлия Ольховская, Александр Титрашвили и Андрей Масляхов. Первый канал. Вашингтон. Субтитры создавал DimaTorzok